Всем добрый день! Хочу сегодня с вами поделиться опытом заказа семян с китайского сайта Алиэкспресс. Заказала я там у разных продавцов, у пяти продавцов заказала семена глоксиния. Давайте посмотрим, что они нам прислали. Присылают у них вот в таких пакетиках, вот такие пакетики абсолютно простые, не заморачиваясь. Открываем пакетики и смотрим. Значит, вот у первого продавца, первый продавец прислал мне вот такие семена в таких пакетиках обычных. Самых обычных пакетики. Значит, смотрим, что здесь. Здесь непонятно вообще, что. Похоже на мусор, на первый взгляд. Не похоже на семена глоксиния, абсолютно не похоже. Что тут там? Семена какие-то есть, но это все очень непонятно. Во всех пакетиках, значит, одинаковые. Такие вот, не пойми чего. Заказывала очень красивые сорта. На картинках были очень красивые. Махровые, тигровые, абсолютно разного цвета. Вот. Это мне прислал первый продавец. Заказала у него много сортов. Ну, давайте посмотрим, что прислал мне второй продавец. Второй продавец. Заказал у него один сорт, так как был он только у НО. Тоже не заморачивались, прислали мне в таких пакетиках. Смотрим. Вот такие семена, совсем другие. Не как у первого продавца. Больше они похожи на деревяшечки какие-то. Семена абсолютно не похожи. Может быть, это какие-то капсулы. Не знаю, что там у китайцев. Как у них принято вообще. Что принято у них делать с этими мелкими семенами. Может быть, их запихнули вот сюда. Я не знаю, впервые вижу, что это такое. Ну, вот похоже на какие-то мелкие деревяшки. Это даже не семена. Ну, не знаю. Это второй продавец. Посмотрим, что у нас в третьем пакетике. В третьем пакетике. Я тоже заказала много сортов. Красивые, белые, макровые, белые. Такие листочки они еще прицелуют. У третьего продавца тоже такие же семена, как у первого. Здесь в подарок положили семена роз или шиповника. Не знаю точно, что здесь. Не сажала. Точно такие же. Такой же мусор. Не обработанные какие-то семена. Даже не заморачивались по этому поводу. Смотрим дальше. 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 Такой пакет. Здесь я тоже заказывала один сорт какой-то. Уже не помню, потому что не прислали никакой картинки, открытки. Вот прислали им вот такие семена. Крупные. Очень крупненькие для глаксини. Больше похожие на семена сальвии. Вот такие огромные семена глаксини. Я не знаю, может быть, у них там в Китае какие-то громадные глаксини растут, и они производят вот такие семена. И последний продавец. Тоже заказала несколько сортов. Несколько сортов. Очень красивых. Тигровые. И прислал мне последний продавец. Совершенно другие семена, отличающиеся от первых четырех. Ну вот, черненькие, крупненькие. Даже я не знаю вообще, чьи бы могли оказаться эти семена, но точно не глаксини. Может быть, чем-то обработали, не знаю. Но таких семен глаксини никогда я не видела. Один из этих пакетиков, как раз последнего продавца, вот эти черненькие, я посеяла. Посеяла в грунт, и через три дня зашли вот такие росточки. Ну, явно тоже опять не похожие на глаксини, потому что листочки совершенно другие. Не знаю, на что это похоже. Больше похоже на укроп, мне кажется. Они уже такие вытянулись. Ну, конечно, судить по первым двум листочкам очень тяжело. Подождем еще неделю или две. Посмотрим, что за зверь вырастет в этом горшочке. Через две недели я сниму продолжение, и мы посмотрим, во что превратятся эти маленькие ростки. Посмотрим, что нам присылают из Китая. Как нас обманывают или не обманывают. Всем спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok